Увидеть, потрогать и даже сфотографироваться с новыми купюрами в 200 и 2000 рублей в минувшую субботу мог любой желающий. По всей России в территориальных отделениях Центробанка прошли дни открытых дверей. В Национальном банке Чувашии побывала наша съемочная группа. Желающих познакомиться с работой Национального банка оказалось много. Закрытое от посторонних взглядов учреждение не так уж часто открывает свои двери. Между тем у банка интереснейшая история, рассказывающая о денежно-товарных отношениях на протяжении нескольких веков. Это уже у нас вошло в традицию, потому что у нас проходит второй год по всей России. И Национальный банк на Неглине открывается, и мы, соответственно, тоже проводим здесь уже. Это вошло в традицию, это достаточно уже, я считаю, интересно уже для населения, потому что у нас, в общем-то, высокая посещаемость. В прошлом году где-то около полтысячи посетило. Символы на новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей были выбраны еще в прошлом году. Тогда голосование проходило по всей России. Теперь космодром Восточный, мост на острове Русский, Херсонес, Таврический и памятник затопленным кораблям украшают новые банкноты. В оборот они пока поступили только в Москве и в городах-победителях. В остальных же регионах появится к концу года. Новые банкноты отличаются от своих предшественников современным дизайном. У них повышенный элемент защиты и специальный рельеф для слабовидящих. Сегодня в этой аудитории можно проверить свою финансовую грамотность. Это может сделать любой желающий. Сейчас и я попробую свои силы. Первый вопрос. Записываете ли вы регулярно свои доходы и расходы, ведя домашнюю бухгалтерию? И мой результат. На 8 вопросов из 15 я ответила правильно, неплохо. Написала мне компьютер, написала мне программа. Ваши базовые знания хороши. Узнавайте тонкости на сайте Банка России. Посетители банка признаются, без элементарных знаний в банковском деле в наше время не обойтись. Прежде всего сейчас в обществе много говорится о финансовой грамотности. Поэтому как свой бюджет создавать, даже семейный, скажем, или же как вообще расходовать свои денежные средства в целом. Ну, в общем-то, хочется научиться вот некоторым таким моментам финансовой грамотности. Национальному банку в этом году исполнилось 95 лет. Здание, в котором сейчас располагается старейший финансовый институт, встроилось специально для него. Это памятник истории и культуры республиканского значения. Все регионы России развивались для того, чтобы поддержать промышленность, сельское хозяйство, торговлю. Каждый регион должен был иметь свой банк на своей территории. С этим было и связано, что именно в Чувашии, в Чебоксарах было открыто отделение государственного банка. Интереснейшая экспозиция создана в музее. Здесь прослеживается история денежного обращения в России. Например, можно узнать, из каких этапов состоит полный цикл обработки банкнот и как работает современная кассовая техника. Я считаю, что я в таком возрасте, что начинаю входить в взрослую жизнь. Во-первых, активное пользование банковскими картами. Во-вторых, активное пользование услугами банков. И нужно это все изучать. Это очень полезная информация. У этой счетно-сортировальной машины любопытное название «Кобра». Вероятно, у разработчиков сработал ассоциативный ряд. Она служит не только для пересчитывания денег. Машины отдельно сортируют старые, непригодные для использования купюры, а также отделяют сомнительные по качеству банкноты. В этом ящике находятся измельченные банкноты. Вот так они выглядят. Сюда попадают ветхие деньги, которые уже непригодны для обращения. Эти деньги уже выполнили свою миссию, а новые банкноты только открывают новую страницу в банковском деле. Но это уже другая история. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.